У нас здесь прям шло круглосуточное дежурство. То есть у нас одни уезжали на работу, другие приезжали. И постоянно тут 5, 8, 10 человек постоянно находилось, чтобы физически просто не дать тут растащить все. Вместо диспетчерской – магазин, оборудование продать, а помещение сдать в аренду. Планом управляющей компании, которая работала в ЖК «Довинчи», помешали жители. Несколько месяцев противостояния, собрание жильцов, голосование. Большинство решило товариществу собственников недвижимости быть. Правда, управляющая компания с этим не согласилась. Теперь пытается оспорить выбор жильцов в суде. Все документы были проверены в счетной комиссии у нас независимой, были переданы в налоговую инспекцию, в нашу проверенную, и в госжилинспекцию, где тоже все было проверено. Попытка сдать диспетчерскую в аренду стала лишь последней каплей. Претензий у жильцов к управляющей компании «Комфорт» накопилось много. От некачественного обслуживания самого большого жилого комплекса в Одинцово до непрозрачности финансовой отчетности. У нас есть встречные претензии. То есть мы сейчас формируем несколько исковых заявлений. Часть уже из них подана в арбитражные суды. Это по поводу того, как были израсходованы наши деньги, которые собраны с дома. Ну, там счет идет на миллионы рублей. Официально товарищество собственников ТСЖ «Довинчи» существует с 1 августа. Теперь вошедшие в его штат активисты разбираются с проблемами, которые управляющая компания предпочитала копить, а не решать. Здесь вообще было все в подтеках, с вещами. Вывозили сегодня, все прибирали. Но вот сейчас все в таком состоянии, как оно должно быть. В ЖК «Довинчи» снова в режиме 24 на 7 работает диспетчерская. Восстановлен и инженерный состав. Решать возникающие сложности можно в кратчайшие сроки. Впрочем, цель у ТСН другая – сделать так, чтобы аварий не было вовсе. Плановое обслуживание и модернизация оборудования выходят на первый план. Сложно, но по силам. Ведь сотрудники товарищества сами заинтересованы в качественной работе, потому что они такие же жители ЖК.